50 метров в длину, диаметр 3 метра. На первый взгляд может показаться, что это деталь космической ракеты. Это и впрямь самое заметное достижение кемеровских машиностроителей. Впервые в истории Кузбасса сотрудники завода Химаш начали производить вакуумные колонны К-52 такого размера. Они необходимы для нефтеперерабатывающих компаний. Чтобы отгрузить такую махину, заводу пришлось даже расширить дорогу на территории предприятия. Колонна является не просто самым крупным объектом, который когда-либо создавали в Кемерове. Ее сбор стал знаковым событием для жизни всего завода. Он вернулся к своим истокам, а сотрудники Химаша доказали, они могут справиться с любыми трудностями и задачами. Процесс изготовления контролировался заказчиком. Очень удобно заказчику. Он рядом, он нас видит, приезжали, смотрели. Ну и будем говорить, качество изделия было таково, что я повторно встречаюсь с собственником завода, который говорит, возьмите все, все, что вы можете взять. Это стоит дорогого. Директор Химаша Александр Емельяненко не скрывает, это сейчас, когда завод выпускает поистине впечатляющую продукцию, можно с уверенностью говорить о перспективах. Но еще год назад ситуация на предприятии складывалась не самым лучшим образом. Тогда еще это был не Химаша КВСК и собирал полувагоны, железнодорожные платформы и цистерны. Все для транспортировки угля. Из-за экономического кризиса эта продукция оказалась невостребованной. Объемы производства упали почти в 10 раз. Вставал вопрос о сокращении штата сотрудников. Тогда команда завода под руководством нового директора Александра Емельяненко взялась и заказалась невыполнимую задачу. Переориентировать производство с вагоностроения на машиностроение для химической промышленности и занять свою нишу на рынке. Предприятие переименовали в Химаш. Стало ясно, что необходимо создавать уникальную и, главное, конкурентоспособную продукцию. Один из способов сделать ее привлекательней для потребителей придумал молодой рационализатор Александр Снитко. Он предложил наладить производство некоторых деталей прямо на химаши, вместо того, чтобы покупать их в дальних регионах страны. Так повысилась скорость выпуска продукции и, самое главное, ее себестоимость. Себестоимость этих изделий для нас теперь вдвое ниже, чем мы раньше приобретали их. Результат не заставил себя долго ждать. Вот, например, теплообменники, которые больше нигде в России не производят. Раньше их закупали на Украине. Технология сборки нелегкая, ведь это не просто цистерна. В этом теплообменнике находятся вот такие металлические трубы. Он полностью начинен ими. Вот это трудно поверить, но в общей сложности длина труб в одном теплообменнике составляет 16 километров. А это еще один повость для гордости. Впервые в России здесь начали производить контейнеры для перевозки сжиженного газа. Они выдерживают рекордно низкие температуры до минус 60 градусов. Их уже закупают компании из Якутии. Так Кемерово-Химаш выполняет задачи, стратегически важные для всей страны. В условиях политики импортозамещения завод выпускает продукцию, которую прежде российские предприятия закупали за границей. В тяжелой ситуации Кемерово-Химаш помогает и своему головному предприятию Алтайвагону. По инициативе президента холдинга СДС Михаила Федяева сотрудники Алтайвагона во время вынужденных простоев смогли работать вахтовым методом в Кузбассе. По социальной политике мне предоставят жилье на первый год, будут оплачивать полностью Кемерово-Химаш совместно с холдингом. Очень сильно развито это у них для молодых специалистов. Уже сейчас Химаш наладил сотрудничество с Коченевским нефтеперерабатывающим заводом из Новосибирской области, куда поставляет огромные вакуумные колонны К-52. Начинает работу с Яйским НПЗ. Для Кемерово-Химаша перепрофилирование стало символом возрождения. Появляются заказы и объемы производства нарастают. В жизни сотрудников это проявляется в ощущении стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Так возвращение Химаши к истокам показало. С любыми трудностями всегда можно справиться. Главное – уметь быстро реагировать на изменения и не бояться принимать решения. Наталья Тахмагашева, Дмитрий Шилов. Новости моего города.